Можете ли Вы предположить, что сегодня, в относительно мирное время, ежедневно в мире этот недуг уносит порядка пяти тысяч жизней? Страшновато, не правда ли? Сегодня мы поговорим о ещё одном из древнейших заболеваний, борьбу с которым человечество ведёт уже не первое столетие – это туберкулёз. Туберкулёз – инфекционное заболевание, во время развития которого происходит образование одного или нескольких очагов воспаления в различных органах, но чаще всего в лёгких. Болезнь вызывают бактерии вида микобактериум туберкулёзис комплекс или, как их ещё называют, палочки Коха. Немного статистики – каждый третий житель планеты является носителем палочки Коха. Туберкулёз занимает второе место по смертности, уступая только СПИДу. 98% заражений туберкулёзом происходит воздушно-капельным путём. Ещё летописи древнего Вавилона времён правления царя Хамурапи – а это второе тысячелетие до нашей эры – хранят сведения о больных туберкулёзом. В те давние времена был официально разрешён развод с чахоточными женщинами. Раньше туберкулёз называли «чахоткой», отсюда и название раздела медицины – «фтизиатрия», произошедшая от греческого слова «фтизис» – «чахотка», а название болезни дало латинское слово «бугорок» – «туберкулум». Болезненные гранулёмы – места поражения лёгких – похожи на бугорочки. Инфекционная природа туберкулёза была доказана немцем Робертом Кохом в 1882 году. Именно он открыл микобактерию, вызывающую болезнь. Наука насчитывает более 70 видов микобактерий-возбудителей туберкулёза. Микобактерии обитают повсеместно – в почве, в воде, в воздухе – в телах птиц, животных и людей. Они проявляют поразительную жизненную способность в любых условиях, устойчивы к воздействию спирта и кислот. Приспосабливаются микобактерии и к лекарственным препаратам, поэтому из года в год микробиологам приходится разрабатывать новые, более сильные лекарства для борьбы с этой болезнью. В уличной пыли палочки Коха живут 10 дней, на страницах книг – 3 месяца, в воде – 5 месяцев, а в замороженных бактерий представляют опасность даже через 30 лет. Наиболее благоприятная среда для микобактерий – влажная, тёплая, с температурой от 29 до 42 градусов по Цельсию. При температуре 37-38 градусов микобактерии интенсивно размножаются, поэтому человеческий организм является идеальной средой для их обитания. Погибают туберкулёзные палочки после продолжительного нахождения под прямыми солнечными лучами, а также вследствие воздействия высоких температур и хлорсодержащих веществ. Больной активной формой туберкулёза при кашле, чихании выделяет бактерии и способен заразить до 15 человек в год. Также возбудители болезни выделяются с потом, мочой, слюной и другими физиологическими жидкостями больного. Реже заражение происходит при употреблении в пищу молочных продуктов, полученных от больных туберкулёзом животных. Развитию заболевания способствуют неблагоприятные социальные и экологические условия жизни, неполноценное питание, вредные привычки, снижающие иммунитет, алкоголизм и курение, стрессы, наличие сопутствующих заболеваний, диабет, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, заболевания лёгких. После внедрения в организм палочка Коха вызывает изменения в состоянии иммунной системы. В лёгких и лимфатических узлах образуются мелкие очаги воспаления – это так называемый первичный туберкулёз. Здоровый организм с хорошим иммунитетом сам справляется с болезнью. Очаги воспаления заживают рубцеванием, а недуг протекает легко с проявлением симптомов, схожих с ОРВИ и переутомлением. Обнаружить образовавшиеся рубцы можно только при помощи рентгенологического исследования. Организм, ослабленный болезнями, стрессами, диетами или переутомлением, не способен дать адекватный иммунный ответ на вторжение микобактерий туберкулёза. Очаг воспаления начинает расти, образуя внутри себя полость, заполненную кровью. Из неё кровь и лимфа, насыщенные болезнетворными бактериями, распространяются по всему организму, поражая все новые органы и ткани человека, глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, мозговые оболочки и т.д. Так возникает вторичный туберкулёз. Организм ещё может справиться с одним очагом болезни, но как только их становится несколько, без медицинской помощи человек вскоре погибает. Полости разрастаются в лёгких, мелкие сливаются друг с другом и образуют обширные полости, которые кишат размножающимися бактериями. Больной на этой стадии развития заболевания становится очень заразен. Туберкулёз не имеет собственного лица и протекает под масками разнообразных болезней. Токсины, вырабатываемые палочкой КОХа во время жизнедеятельности воздействуют на центральную нервную систему больного, вызывают её возбуждение и поэтому больной не способен адекватно оценить своё состояние. Поставить точный диагноз помогают активные методы обследования – флюорография, которую любой здоровый человек обязан делать один раз в год, или туберкулинодиагностика. На более поздних стадиях болезнь всё-таки начинает себя выдавать следующими симптомами – лицо становится бледным и осунувшимся. Больного мучает частый кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью, повышается утомляемость, снижается работоспособность у взрослых и ухудшается успеваемость в школе у детей, появляется одышка даже при небольших физических нагрузках, температура тела длительное время держится на отметках в 37-38 градусов, снижается или отсутствует аппетит, нарушается сон, появляется специфический лихорадочный блеск в глазах, развиваются болевые ощущения в груди и в области лопаток. При наличии хотя бы одного из перечисленных выше симптомов в течение трёх недель необходимо срочно обратиться к врачу-фтезиатору, который назначит специальные анализы для подтверждения диагноза. Почти всех пациентов с впервые выявленным туберкулезом можно вылечить, главное делать это правильно. Лечение должно быть непрерывным. Схема лечения предусматривает шестимесячный приём стандартного набора четырёх лекарственных препаратов так называемого первого ряда. Каждое из этих лекарств по-разному воздействует на палочки Коха и только совместно их применение может достичь цели – окончательно её уничтожить. Больным также прописывают физиотерапию, дыхательную гимнастику, препараты, повышающие иммунитет. Питание должно быть усиленным, лучше каждые 2-3 часа. В рационе желательно преобладание молока, яиц, сала, смальца. Не будет лишним ежедневно пить не менее 1 литра кипяченого молока, а лучше парного, начиная с 2-3 стаканов и съедать по 5-10 яиц в смятку. Рекомендуется принимать сок редьки, моркови, свеклы с мёдом перед едой, после еды – сырой желток с лимонным соком. В большинстве стран лечение по этой схеме проводят амбулаторно, под контролем врача. В России, как правило, больного сначала госпитализируют, а после улучшения состояния продолжают амбулаторное лечение. Хирургическое лечение, удаление части лёгкого, применяется лишь в очень запущенных случаях туберкулеза. Как правило, через 2-3 недели после начала терапии прекращается выделение микобактерий в мокроте. Затем исчезают и другие симптомы. Процесс распада лёгких замедляется и прекращается. Больной перестаёт быть опасным для окружающих. При отсутствии лечения смертность от активного туберкулеза доходит до 50% в течение 1-2 лет. В остальных 50% случаев нелеченный туберкулез переходит в хроническую форму. Хронический больной продолжает выделять микобактерии и заражать окружающих. Чтобы снизить вероятность заражения окружающих, такой больной должен придерживаться определённых правил. Прикрывать рот платком или рукой и отворачиваться при кашле. Сжигать бумажные носовые платки после употребления. Всегда пользоваться отдельной посудой и не позволять пользоваться ей другим. В целях дезинфекции для влажной уборки помещений и обработки личных вещей больного следует пользоваться хлорсодержащими растворами. Хорошим и простым методом обеззараживания является проветривание и вывешивание на солнце одеял шерстяных и хлопчатобумажных вещей, так как прямой солнечный свет убивает бактерии. Одним из основных методов обнаружения палочки Коха в организме является проба Манту или туберкулиновая проба. Проводят ее при помощи туберкулина вытяжки из-за разрушенных микобактерий – бацилкоха. Принцип реакции Манту состоит во внутрикожном введении в человеческий организм малых доз туберкулина и наблюдении за местной реакцией. Через 72 часа после инъекции измеряется диаметр, образовавшийся в результате пробы Манту папулы – воспалительной бляшки или пуговки. Чем больше бактерий туберкулеза в организме и чем сильнее реагирует иммунная система человека, тем больше пуговка, а значит и вероятность заболеть туберкулезом. Практически все мы в детском или подростковом возрасте получаем микобактерии, но к развитию туберкулеза это не приводит. Напротив, слабые бациллы, не способные вызвать болезнь, постоянно стимулируют наш противотуберкулезный иммунитет. С целью иммунизации в организм специально вводят ослабленные микобактерии, известные под названием BCG. Современная вакцина BCG вводится внутрикожно, обеспечивая развитие локального туберкулезного процесса, не опасного для общего здоровья человека. В результате организм вырабатывает специфические защитные антитела против микобактерий туберкулеза. Доказано, что иммунная система ребенка готова к вакцинации уже с момента рождения, а туберкулез является одной из наиболее опасных инфекций, подстерегающих малыша после выписки из родильного дома. Обычно вакцинация проводится на третьи и седьмые сутки, причем чем раньше она будет проведена, тем раньше иммунная система организма познакомится с возбудителем туберкулеза, тем эффективнее будет ее ответ в случае контакта с инфекционным агентом. Важно понимать, что диагноз «туберкулез легких» – это не приговор. При своевременном и правильном лечении от болезни можно избавиться. Помимо соблюдений всех наставлений врача, больному необходимо следить за питанием, избавиться от вредных привычек, оберегать себя от стресса. А на сегодня это всё. Берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!